Всем привет! Это программа Личные деньги. Сегодня расскажем вам много интересного об автомобильном рынке России и Самары. Если, конечно, меня здесь сейчас не собьют. Итоги полугодия на российском автомобильном рынке. Хорошо ли отработали дилеры и чем обернуться следующие шесть месяцев? Портфель телеканала. Однажды мы рискнули. И чем все кончилось? Министерство финансов предложило отказаться от всех видов обязательного страхования, включая ОСАГО, разумеется. Стратегия рассчитана до 2020 года и планируется плавный поэтапный отказ от обязательных страховок. Правительство уже поддержало инициативу. Минфин считает, что вместо палочного метода надо применять образовательный подход и развивать культуру добровольного страхования. Предлагается использовать так называемый вмененный вид страхования, когда в законе указано, что риск должен быть застрахован. А уж как страховать? Где? Какой полис? Только против этого риска или комбинированный? Это личное дело автовладельца. А вот страховщики не в восторге, ведь государство покусилось на святая святых, ОСАГО, которое пропихивали несколько лет и которое служит отличным средством различных махинаций. Представители страхового сообщества полагают, что некоторые виды обязательного страхования вроде ОСАГО отменять нельзя. Любимица женщин Toyota RAV4 2013 модельного года оказалась не столь мимишной, как обещает реклама. Более того, автомобиль попросту смертельно опасен для водителя и пассажиров. Американский страховой институт дорожной безопасности провел краш-тест нового тойотовского паркетника. Увидев результаты, даже бывалые эксперты пришли в ужас. За столкновение с 20% перекрытием новый RAV4 получил низший балл. Такого не было за всю историю модели, да и, наверное, за всю историю бренда Toyota. Несмотря на доработки, автомобиль получил значительные повреждения. Панели ушли в салон, зажав левую ногу манекена. Рулевая колонка сместилась, ремень безопасности не сработал должным образом, что создало опасность удара головой о переднюю панель. При этом на других тестах кроссовер RAV4 получил высшие баллы за безопасность. Возможно, у американцев распоряжение оказалось бракованная машина. А может, Toyota что-то недоговаривает? В ГАИ утверждают, что у них заканчиваются регистрационные номера для автомобилей. Дескать, машин стало слишком много. Отчасти подтверждение этому вы видите вот здесь. Но означает ли большое количество машин на дорогах, хорошую обстановку на рынке продаж новых автомобилей? Придется вызывать экспертов, чтобы разобраться в этом сложном вопросе. В ГИБДД действительно заявляют, что номеров на всех не хватает. Ведомство планирует заменить цифру 1 в индексе региона на цифру 7. Это поможет значительно расширить номерной фонд. К тому же «семерка» лучше распознается камерами наблюдения. Правда, ситуация на автомобильном рынке страны намекает на то, что фонд номеров не стоит слишком сильно расширять. По данным Ассоциации европейского бизнеса, только в мае 2013 года российский рынок потерял 12%. Продано 229 670 новых машин, что на 31 791 автомобиль меньше, чем в мае прошлого года. А в период с января по май нынешнего года потери составили 4%. И европейские эксперты не усматривают положительных тенденций. К сожалению, тренд падения автомобильных продаж, отмечавшийся в России в течение последних трех месяцев, сохраняется и даже усиливается. Участники рынка обеспокоены данной ситуацией и предполагают низкий спрос до ожидаемого во второй половине года постепенного увеличения. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе и от того, какие шаги правительство готово предпринять для стимулирования экономического роста в целом и личного потребления в частности. В свете последних тенденций комитет автопроизводителей корректирует свой годовой прогноз по продажам легковых и легковых коммерческих автомобилей в 2013 году до 2 миллионов 800 тысяч штук, что на 150 тысяч единиц или на 5% меньше по сравнению с показателями продаж в 2012 году. Отметим, что не во всех сегментах автомобильного рынка произошел спад. Некоторые бренды премиум-класса даже улучшили показатели. Вся немецкая тройка показывает положительную динамику. В плюсе также Land Rover, Lexus и Porsche. В минус ушли Volvo, Cadillac, Infiniti и Jaguar. Дилеры на местах надеются, что правительство придет на помощь, как Супермен, и предоставит народу больше возможностей для покупок. Поможет ли дилерам воскрешенная программа льготного кредитования? Несомненно, потому что видно было очень хорошую динамику продаж, в том числе и когда была программа утилизация старых автомобилей, обмен их на новые. Поэтому рост продаж в данном типе и сегменте определенно будет. Сейчас, в принципе, есть небольшое снижение покупательской способности, но это, в принципе, ожидаемо, потому что начинается череда отпусков. Многие люди задумываются уже, как провести отпуск, а не как выбрать себе новый автомобиль. Но я думаю, что начиная с конца августа-начала сентября рост, несомненно, будет. Если возрожденная программа льготного кредитования может подстегнуть рынок, то новый налог на роскошные автомобили наверняка заставит дилеров автомобилей сегмента премиум и спорткаров затянуть пояса. Полагаем, что в этих сегментах произойдет заметный спад продаж, а он непременно повлияет на картину второго полугодия. Конечно, дорогие машины занимают довольно узкую нишу на рынке, но эксперты все равно весьма настороженно смотрят на вторую половину года. А теперь пришло время назвать лидеров продаж в маре. Вазовские модели мы трогать не будем, с ними и так все ясно. А вот про лидеров среди иномарок расскажем. Информацию мы получили от агентства Автостад. И да, я их пытал. Итак, первую пятерку самых продаваемых марок открывает Chevrolet. Ему здорово Chevy Niva помогает. На втором месте Рено, далее идет Kia, потом Hyundai и Toyota. По модельным списке с большим отрывом лидирует народный Hyundai Solaris. Далее идет чуть менее популярная в народе Kia Rio. Следом за ней, уступая многим вазовским моделям, идет Chevy Niva. Удивительно, но по продажам новый Renault Duster проигрывает устаревшие модели от GM AutoVaz. Видимо, на продажах сказались спекуляции и махинации региональных дилеров Renault. На пятой позиции Chevrolet Cruze, который недавно пополнился универсалом. Всего с начала года, по данным агентства Автостад, было продано 40 935 автомобилей. Это почти на 3000 машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года. История с финансовым портфелем нашего телеканала тянется довольно долго. И все это время она была успешной. Мы зарабатывали до тех пор, пока не началась чехарда на рынке. Практически с начала года наш финансовый портфель медленно рос. В конце июня он увеличился более чем на 6%. Еще чуть-чуть, и мы могли бы посрамить банки, которые предлагают вклады, всего под 9-10% годовых. Однако фондовый рынок – это не сияющий офис кредитной организации. Это сложная система, угадать движение которой не так-то просто. Стратегий существует много, но не все они применимы в конкретной ситуации или в ближайшей перспективе. Долгое время наш брокер работал без риска и рискнул всего однажды. Кстати, довольно успешно. В конце июня он снова решил пойти на риск. И тут возникли проблемы. Позиции в нашем портфеле были закрыты по стопам, чему поспособствовало резкое движение рынка наверх. Перед ночью выступал в Бернанке, то есть со среды на четверг, где-то на 11 июля. Было выступление главы Федеральной резервной системы США, который в своих комментариях развернулся, можно сказать, на 180 градусов, по сравнению своей предыдущей речи. Здесь уже указал о том, что в Федеральной резерве сохранится политику количественного смягчения. Это постребнуло рынки, и они показали существенный рост. Наши позиции, естественно, при таком раскладе, скажем, нецельсообразно было оставлять, поэтому они были закрыты по стопам. Мы получили где-то в целом порядка 1% убытка. Увы, рынок развернулся совсем в другую сторону, нежели прогнозировало большинство экспертов. Никто не ожидал такого заявления от Бена Бернанке, и в итоге прогнозируемое снижение изменилось на рост и принесло убытки тем, кто удерживал короткие позиции. И нам в том числе. Так что наш финансовый портфель несколько похудел. Хорошо, что брокер выставил стоп-приказы и смог ограничить убытки. Без этой простенькой операции все могло быть намного хуже. Не совсем ясная ситуация на фондовом рынке заставляет нашего брокера держаться в кэше. Однако он уже строит планы в зависимости от развития ситуации на фондовом рынке. На данный момент мы считаем сообразным посмотреть на охлаждение рынка после такого стремительного роста и уже осмотревшись, посмотреть, либо опять открывать короткие позиции, допустим, по выросшим бумагам, либо осмотреть точки для входа игры уже на повышение. К тому же у нас на этой неделе опять будет выступать господин Бернанке в Конгрессе. От него можно ждать опять каких-то сюрпризов. Поэтому на данный момент лучше поставить в стороне, осмотреться, как на это будет реагировать рынок, и уже потом принимать решение. Что-то мне подсказывает, что брокер быстро наверстает упущенное и сможет утереть нос банкирам еще до осени. И это несмотря на то, что лето – сложный период для фондового рынка. В общем, будем ждать следующих сообщений от нашего гения финансов. Возможности граждан покупать хорошие автомобили во многом зависят от здоровья экономики. А фондовый рынок как раз один из индикаторов этого здоровья. И что-то этот индикатор такое затевает в последнее время. Надо бы разобраться. Рост российского фондового рынка оказался неожиданным и резким. Как вы уже знаете, многим этот разворот принес убытки. Но на таком резком взлете можно быстро отыграть утерянные позиции. Индекс ММВБ и большинство бумаг показали рост 5 и более процентов. Взлет затормозился лишь в среду. Рынок топтался на месте в ожидании новостей из США. Инвесторы ожидают большого выступления главного финансиста Америки, после которого рынок либо снова взлетит, либо пойдет вниз. Правда, даже в режиме ожидания индекс ММВБ смог показать небольшой рост. До выступления Бена Бернанки мы будем топтаться где-то на уровне 1405-1410 по индексу ММВБ, где как раз выступая перед Конгрессом, будет озвучена дальнейшая программа КОИ-3. Тем более, что в четверг как раз выходят заявки по пособиям по безработице. И это будет как раз свидетельством о том, какая ситуация с безработицей в Соединенных Штатах в данный момент, в какой ситуации Соединенные Штаты по безработице находятся. Если пособие эти заявки увеличится, это вот так непрадоксально положительно скажется на американском фондовом рынке. И, скорее всего, у нас восходящая динамика может проголоситься до уровня 1440-1460 по индексу ММВБ. Хорошим стимулятором роста для мировых торговых площадок стала отчетность американского финансового сектора. Банкиры отчитались очень хорошо, что позволило многим бумагам прибавить в цене. Особенно это касается акций различных банков. Отечественный Сбербанк, например, взлетел весьма неплохо, за день прибавив в цене более 4 рублей. Другие банки-эмитенты тоже показали неплохие результаты. Однако теперь инвесторы ждут отчеты компаний из реального сектора экономики. Первыми свои данные предоставят Google, Microsoft и General Electric. Их доля в экономике США очень высока, и хорошая отчетность также позволит рынкам пойти вверх. Приятные новости поступают из нефтяных площадок. Фьючерсы на нефть растут и даже превышают расчетные уровни, что особенно хорошо для экономики России, подсевшей на иглу нефтянки и национальной валюты, которая на этом фоне может укрепиться. Радует очень нефть. Пробила она свои сопротивления в районе 107-106 долларов. Сейчас торгуется нефть в районе 109. При этом, естественно, мы видим укрепление рубля до 32, где-то 50, с 33, 20, 33. Скорее всего, где-то здесь произойдет остановка, то есть 32, 30, 32, 20, наверное, тот уровень, который рубль сможет одолеть. И дальше, скорее всего, наша валюта будет двигаться в коридоре 32, 40, 32, 30 на 33, 20 на 33, 10. Это вот в этом диапазоне рубль будет находиться в ближайший месяц-полтора-два, о чем свидетельствует, в принципе, заявление со стороны правительства. Эксперты полагают, что укрепление российской валюты будет не очень сильным, и в конечном итоге рубль будет ослаблен. В результате госказна пополнится на кругленькую сумму. Правда, гражданам придется снова терпеть рост стоимости жизни. Кстати, специалисты рекомендуют запасти валюту, если вы собираетесь зимой выбираться на отдых. Сейчас обменный курс более благоприятен. На следующей неделе специалисты ждут новых данных от крупнейших мировых компаний. Пока все ждут позитива и роста на 3-4%. Правда, прогнозы экспертов очень осторожны, поскольку рынки весьма нестабильны, и любой негатив может развернуть котировки вниз. Экспертов радует и то, что отток капитала разбавляется периодическим поступлением денег на российский рынок. Будем надеяться, что тенденция будет продолжаться, и российская биржа сможет выбраться на хорошие позиции, а участники торгов смогут получить хорошую прибыль. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Я расскажу вам много новостей из мира финансов. Увидимся. Пока.